Салам алейкум! АСХА Евгений Чеботков Сколько у тебя трансгендеров в команде? Предложение поступило, давайте ограбим банкомат It's alive! Я не могу, масло такое уютное Женя, ты сейчас был не прав Вам будет что посмотреть! Уэй, Берни Салим, Кусулхан Зарахмед, Esquire подкаст Сразу не забывайте нажать кнопку подписаться, пока вы не стали увлечены выпуском У нас сегодня два гостя Это комик ведущий Евгений Чеботков Здорово! АСХА Принц Привет! И ведущий слева Даниэр Солтанбаев Не смог ничего дать Ты что-то хотел по-красиво Я всегда хочу круто делать не получается Хаунс Галай Как так получилось, что вроде гастрольные люди Ну наконец-то Бум и Валмаке оба Да я-то местный АСКР всегда здесь АСКР всегда здесь Адреса свои уже в песнях называют конкретные Дома Я просто в туре и вот так вышло, совпало, что мы раз И вот сегодня мы это записываем А вечером у меня концерт будет Здесь Вчера был в Шиме Позавчера в Таразе Поэтому я многое повидал Ты по всему Казахстану уже покатался? Это вопрос или утверждение Я не понял сейчас вопрос По интонации вообще не угадал Ну практически да по всему Я могу сказать буквально несколько городов в которых я вообще никогда не бывал Я никогда не бывал в Павлодаре вообще Я не бывал в Петропавловске например Я не бывал в Казаларде И В Экибасе был? Да Как? Вот так вот И Ну вот в целом наверное да И в крупных А ну и в Актобе еще не был Все на западе только в Актобе Уральская Ахтау Атрау Там везде Ох Да конкретно Актау вообще супер мне сильно понравился Актау Хотя мне все говорили Мне в Атрау все говорили и что вы Актау поедете Чего там выйти делать Оставайтесь у нас Мы столица запада Ну короче круто круто я Я каждый раз в восторге какая у нас разнообразная вообще страна Насколько у Скаменогорск условно и Тарас это вообще супер просто все все другое Как люди общаются как все вообще выглядит ну это класс Ты перемещаешься смотришь круто А материал как-то адаптируешь кому-нибудь блок небольшой или что-нибудь от города Ну чисто перед тем как вот выйти что-то собираешь и В стендапе конечно у тебя есть возможность Ты знаешь что что-то в отеле произошло Ты вышел рассказал Мне интересно вот ты вот Асха так делаешь или нет Если у тебя под город ты что-то подбираешь специальное Ну ты же между треками чуть разгар Например в Шиме больше казахских Поближе Асха еще раз Да 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 например в Шиме больше казахских песен Допустим тот же Ойлаж Вот недавно мы там исполняли а где-то например Ну не знаю где-нибудь в Астане уже допустим его особо не исполняю Вы стоишь больше English English French И финский Мы кстати у Асхи был концерт в Ускамане Я был в этот момент в Ускамане тоже И я захожу там в кафе просто перед концертом Ну мы списали что я пройду на концерт просто там повисеть У нас было два человека кто пришли там мешать Асхиному концерту Я и Евросоюз И мы Тогда вы сильно мешали Не ну в смысле мешать Мы просто такие давай мы что-нибудь тоже там поделаем Евросоюз делал фирменное приветствие вначале Круто Он в микрофон это орал или просто вот вышел и Нет он вышел поприветствовал пару слов мотивирующих и Я думаю кто то должен мы не можем не можем сказать и не произнести Мы должны хором это взять фирменной приветствия Сколько секунд тянуть Давайте говорим сразу 3 Соломалей почему такой крыш из этого небольшой честно ребят признаюсь у меня буквально зайдет появление мы буквально в прошлом выпуске со славой никифором краски беседовали об этом персонаже вот например у славы есть алтенбек кимура есть просто как евросоюз как вот вот он евросоюз человек такой да и раньше уже не был акцент друга которого ты пародировал да вот ирана летного человека конкретного человека причем до и рано или поздно так начинать прилетать что ты говоришь все такие что ли вот все вот такие как у тебя сейчас на концерте тебе до сих пор прилетает оттуда или ты от этого образа уже все нет я перестал пародировать ну во первых во первых я вообще перестал это используя меня я вообще всю всю дорогу в стендапе все время использую какие-то имитации акценты если кто смотрим и стендап я у меня нет желания короче провокации или делать я вот к если это кого-то хоть как-то бежать я это сразу не будет все мне это вообще неинтересно из того момента как кто-то начал гришь у меня это задевает и такой да пожалуйста вообще и у меня сейчас ни в каком материале это больше не но я не использую прошеду ну ладно если у меня как бы карьера на этом строилась типа для многих для многих многие знали только по этим приколам ну бывали ну окей но для меня это вообще не потеря а то что я имитирую в акцентах разных персонажей ну типа я на английском выступаю бесконечно имитирую какого-то дурака русскоязычного который плохо говорит по-английски ну то есть я все время комедия ты ты всегда выпукла и все время очень остро ну и поэтому не сейчас уже все в порядке потому что ну люди знают при том что я и я ощущаю этот акцент который медиа я брал акценты делал как очень родное свое и если кто-то такой на он там вот он там вот в россии вот он так что-то делать но по-братски я это ощущаю своим и родным и чем-то родственным очень близким для меня поэтому я ни с кем не конфликтовать ничего делать вообще не собирать нет неинтересно медиа отправлять пусть он конфликтует до меди готов уже меди узнать очень долго тишина я я начал вообще говорить про концерт аске когда вы высказали пиши про языки мы начали говорить и я по дороге встретил просто два типа идут каждого парня один с дредами один лысый с пробитыми ушами с этими тоннель в узкоменогорске повторюсь с такими туннелями в ушах тот что с дредами не вот здесь пробита в татуировках но это сентябрьский вот слушай слушай они идут они и они такие вау евгений чеботков я такой привет я такой слушай а мы короче сами не местные я такой да ну нафиг и он говорит мы мы не из-за скаменогорска вау мы приехали мод из москвы мы тут блин столько всего мы в шоке и я говорю пойдемте на концерт сегодня аские принцы и я их пригласил на концерт мы они пришли они не в курсе были вообще прасху но после они мне такую выдали ну как бы восхищенную тирану не сказали мы смотрели его выступление там же был и казахский и русский и английский и это столько вообще свободы в этом всем что это такое разнообразие дает вообще такая возможность ну вот вот как сразу в три направления и это круто но в плане вот мы просто ну начали хихикать что там разные на разные тощи с лучшими да своя аудитория ну как ты в каждом городе свой вайп расскажи асх вот нигде нет информации что ты оказывается вообще ктл закончил и ты вообще олимпиадник и ты вообще круглый пятерышник у тебя ни одной тройки ни одной четверки нету но эти попали тогда это где узнал рэп узнал по моему твоего одногруппника либо то как у вас там одноклассника как у вас там где-то или да как-то одногруппники одноклассники ты прям ктл ты прям как будто они вообще вверх ногами того там же foundation ручку крутить сначала потом поступаешь не ну как получилось вообще я не специально на пятерки закончил я короче ходил ну типа там есть у каждого то есть олимпиадчики по информатике по физике там еще почему-то вот я больше баскетболист я больше баскетбол там любил играть и иногда чтобы грубо говоря чуть про валять дурака я ходил на олимпиаду по физике чтобы не ходить на уроки иногда и вот и там были свои кабинеты там можешь поспать поваляться и вот и как-то 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 ну по-любому приходилось учить ту же физику и был проект девятом классе нам дали проект я его защищал вот и там по два человека защищаешь 2 чувак тоже такой это баскетбольный проект физик физика баскетбольный не по физике проект и вот мы его короче защитили в казахстане получили второе место ну я не знаю точно не из-за того что я физик там так получилось ну и вот и нас отправили в америку и мы там ничего не получили десятиклассники полетели в америку вызовем были ты два одноклассник не одноклассник чувак нашел на год младше учился мы типа с ним вместе нас учитель по физике так ты с ним ты с ним а что с ним сейчас ты знаешь что вы общаетесь нет я с того момента не знаю то есть вы после того как там не выиграли ты такой да это да это из-за него я не буду с ним общаться нет такого не было но просто ну типа чувак в другом классе учиться и особо и не общались но еще и на год мальчик гол прикинь не одно принесем это был фильм какой-нибудь то было бы классно асха такой баскетболист физику учит едет в америку и там рэп только там можно слушать было до этого не знал даже чуть такой этом почему пятерки потому что вот мы съездили в америку типа приехал и ент мне один прекрасный день звонят за два дня до ент а я год ходил и готовился к этому ента ну как и все звонит горит вы можете не сдавать смысле вы же в девятом классе защищали там такой да все вы не сдаете вам 113 баллов о все кайф 113 баллов все пятерки мой рынкаешь то есть вообще не из-за того что я учился или еще чуть-чуть брюки прокатил вот так вообще а потом какой вуз ты пошел разгу тоже тоже пятерочником там не был не там уже не пятерочником там активистом я был мехмат офигеть подожди ты вот такой тип я теперь понял это все мама это все мама она всегда хотела что я был каким-то крутым программистом блин прикол расскажи этот день когда ты такой мама я решил стать рэпером ну когда ты начал приносить уже домой деньги тогда уже все успокоились в плане в том что типа ну всегда же какой рэп иди там вон через дорогу хотя бы toyota центр jitsu стоит мне говорили дом там устройся хотя бы каким менеджерами блин час сейчас еще год подожди не сидишь дома там биты пишет текста ну и вот один прекрасный день я уже точно не могу сказать концерты пошли потихонечку там сначала по 100 тысяч тенге дальше больше потом все потом нормально уже когда начал приносить купил тачку вообще все все у меня балам рэпперу так уже до ночи хотя мама на концерте было дайте не ошибаюсь да было на большом в балансе я смотрел в ю тубе его прикольно мне кажется это капец кайф так куда это кайф но стесняешься перед мамой рэп читать но в целом кайф по-любому круто когда уже родители такие но все его точно уже не поменяешь он рэпер нам тоже надо зарабатывать бабки домой приносить тогда скажут нормально все подкастами занимается первые бабки нужны переломный момент как будто вот такой очень это вот типа вот все у меня получилось типа на вот она вот она капуста держи такой момент классный хороший вот но то что ты проехался так лишь прикольно с физики полу мехмат пошел да да но в мехмате я больше как бы танцы у меня там были странно танцы воли до танцы и так далее оттуда же принц принц потому что крамп крампом занимался типа и там у них когда меня вот на первом курсе познакомились крампом вот со мной учился газик газис пацан и он пойдем танцевать все ну пойдем а мы в актовом зале постоянно шатались и вот ему пришли он привел а там у них семья короче family big kit young junior prince princess baby и так далее и у них были все кроме принца и они такие ну давай танцуй я такой что-то там станцевал ну ты будешь принцем а типов это типа принц это как должность звание 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 прикольно чуть звание там есть смысле валет там есть джуниор тискальту кушту жена джуниор ну я не помню точно как-то затем джуниор кит бэйби и самый младший принцесс лэйди прикольно в твиттере есть прикол такой типа напишите шоу которая сформировала вас как личности как будто у тебя эта теория большого взрыва сериал и этот конкурс танцевальный джоба уокис были вовсе вот анасха принц из этих двух вот шаг вперед шаг вперед а у тебя же не как бы было я бы я пришел на тусовку там были все имена кроме евгения давай пошути посмотрим кто ты будешь евгений какие бы шоу меня сформировали как какие шоу передачите сформировали как личность я не знаю я помню что я первый раз вообще увидел про что-то наподобие стендапа это выступление кевина смита кевин смит который сценарист режиссер джей молчаливо боб который собственно молчаливый боб догма вот эти все вещи и мне мне мой мой кореш просто показал какие-то видео где он уходит по сцене один что-то рассказывает я так сильно вообще кайфанул с того как это выглядит это вот наверное первое яркое впечатление вот вот стендап то есть для многих это был в свое время там эди мёрфи у кого-то там это был не знаю крис рок карлин у меня у меня был первым все таки вот по впечатлению вот такой момент с кевином смитом капец в узком и ногорске такие были открытые западные откуда все это было бы шья в разе только задорного видел а ты включаешь телек да ты включаешь телек и у тебя задорнов ты переключаешь у тебя там звонит ски читать что ты приключаешь я там что-то такое юмористический канал был я больше не было больше первый стендап который я увидел это не злобин был на комедик то есть я я до него были еще память этот шо там так зайцы и потом там выходит выступает шутка за шутка за шуткой все соли ты же говорит в снимали правила жизни как раз сквайром узком на горске этом рассказывал что я ходил в американские центры там оттуда мне собственно чуваки это и показывали многие но они рассказывали какие-то вещи и вот я думаю оттуда все таки с как-то сформировалась но ты не 1 подожди есть американский центр войске это уже нормально в акибасе не было в акибасе был просто центр центр города то приходишь и там все отсюда разом куда делся я недавно да есть же там здорово один брусчатку видел рядом все мужики я так надеюсь что вам тесно уже в снг потому что а скины альбомы последний альбом он в топе везде ты зайдешь spotify уже сколько неделю с момента релиза год уже прикинь вот год какой-то не все треки всегда но год течение года какой какой-то треки вот самый 3 то потом я могу назвать который постоянно су до мурашки дом дом 50 но я его таски писал что жюри винда у меня стал вот за последние просто вот несколько месяцев я его он меня все время я вообще ну я фанат если честно но мы дружим с асхо еще и мы сейчас конечно возможно неловко это сушь но я я в смысле я фанатею реальная когда услышал первый раз я прям помню момент когда я написал асхи такой были ничего вообще как круто и все и мы такие чувств ловимся и оказалось что мы вот мы списались помнишь буквально через там месяц мы выступали на одном мероприятии да 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 ничего в горах да на мероприятии одного журнала вообще гораздо менее интересно я на слуха я если честно помню тоже как я скупирую слышно сил в кальянной и там играет постоянно какой-то ну рэп до кальянная ну почему так называется не за и там играет и такой трек был прикольный я только думаю это как мне его найти короче я его за шазами по-моему не смог тогда или тогда не было шазама не знаю и позвал пацанов который там работают ученик это асха принц по моему трек был что-то типа nike ослепляют руки кока-кола да это очень старого я тогда уже такой вау думаю прикольно потом вот я же говорю про сашу историю скажу я веду иногда мероприятие какое-то мероприятие как нас хедлайнер асха принц будет все окей хорошо да что-то виду виду игры все он приехал сейчас надо объявить я такой думаю а как объявить это же ну надо же как то нормально принц принц игру вытескать принц и все и все поймут кто это надо же прям нормально сказать такое бывает полностью надо сказать и я этот асхат и там аренал колянщики уже ходит таких асх и я говорю а как объявить принц принц и такую ладно не у тебя спросил и потом саня подходит подключается но подключает игра как это объявить то просто принц это маска принц я верни асхагру как асхат и открывает в instagram по моему да и там вот так в с игру вот это в с их это что заводов за букву аска это жаско и мне прикинь никогда об этом не задумываешь пары парни в этот в этот момент в голову не вышло я такой а это асхо написано кассе меня только сейчас асхо асхо а это не в с это асхо а ну там зак в это в потом в доллар доллар в знак доллара x еще раз в это я бенгеры бенгеры у тебя год чтобы вот так было это и у нас в офисе есть даже женщина уют-менеджер и 56 лет и на вот там что-то копошиться на кухня наград су жар такие здесь у она знаете кто это на джок пальмит что есть волны все и вот она где дети много именно эту песню прям заценили детишки домашняя такая да если вы родительские дома автоматически родители уже до капает и я к чему веду что что надеюсь что вам тесно потому что как будто бы в снг уже все нормально то есть уже все хорошо вас знают я твоя вот об этом и хочется как будто уже англоязычного услышать вот вот эти вот работы например да какой-то момент когда нет устало тесно коллапс октавия нам появился да потом с джи бойлером нашли джи бойлера там подписали в ту сторону потихонечку потихонечку у вас какие-то планы есть туда стендап на английском ты будь выступал в нью-йорке в лос-анджелесе я участвовал да 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 я выступал с одним прям сильно крутым ковиком нил бреннон американского как у него и занес вы следите за стендапом я слышал что в экибазе вообще стану все по американскому стендап и в центре просто не короче у него есть очень классные концерты два концерта у него на netflix это free макс первый концерт где он в три микрофона выступает и второй блок который вышел вообще совсем недавно рыжий толстенький чуть глаза круглые то он не да можешь еще вариант какой-то темненький высокий худой рубашки вот и мы с ним короче познакомились пообщались и он не дал выступить у него на разогреве на концерте это большое для меня событие это произошло по большому счету вот пару месяцев назад и мы до сих пор с ним на связи и общаемся и у меня есть такое амбициозная одна одна амбициозная цель снять ну небольшой кусок на английском в казахстане именно для наших с ним дам взаимоотношений в плане вот творчество как это происходило можно чуть детали вот ты видишь нила бреннана и такой подходишь хай ой ой юджин и евгений то есть нет я в я со всеми звездами завожу знакомства через instagram чтобы тук тук да ну не я просто пишу и все типа привет так и так я вам стендап комедия вот так и так сильно интересуюсь но я так как знаю творчество его и могу пара него разговаривать то есть я в этом плане подкован я просто его цепляю какими-то такими штучками но и которые могут быть ему я все-таки рекламщик приятный да я но я не то что лестью но скорее его вот то что его может заинтересовать я ему это говорю и все какого выступать на англоязычную аудиторию но типа когда вы выступаешь наверное для своих это одно слушай дано в комедии она так работает в принципе если у тебя смешное попадание в зрителями плевать глобально откуда ты если они тебя понимают то все работает поэтому смешные вещи смешно работать а ты просто перевел свой материал или ты писал все другого я но этом рассказывал что типа я я там говорю типа я вообще типа я из казахстана на еще русский но последний год я говорю что я швед я говорю там про казахстан я иначе раз к говорю у нас в стране но для примера просто вот там шутка которая клево сработала там игру у меня у меня встроена столица долгое время называлась в честь президента который жив их уже это сильно размотал ну то есть они прямо не сильно через этого смеяться ягра это не шутка вообще и они такие ага и я вам вас тоже столица названа в честь президента но слушайте вам надо быть современнее вам нужно дотягивать назовите в честь вашего нынешнего президента тем более у вас не так много времени остается ну короче там много было таких вещей как бы для не которые сад это очевидно не переведенный материал странно мне об этом вот-вот был в таразе рассказывал в недоумении остались вот ну поэтому это это все равно своего рода такой комьюнити я думаю как и музыка это большое ну комьюнити неважно объединяющие вообще людей по всему миру так и комедия потому что комедия этого это большая объединяющая штука я там увидел мы сидели с брендом просто разговаривать подошел пит дэвидсон который пит дэвидсон из участвует saturday night шоу если я не путаю он в нем все время в скетчах участвовал сценарист он же бывший ким кардашин да 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 вот и он просто просто прошел такой я уел и он говорит это мой друг евгений им брошь пожали руки и я такой сижу и думал блин как все рядом она вот она здесь и твои амбиции сейчас такие что сделать материал в казахстане отснять здесь на английском языке что-то но мне бы хотелось это сделать мне для меня это интересный творческий вызов и дальше посмотрим по большому счету надо просто сделать материал и работать и вот вот этот networking сохранять и все общаться с людьми знакомиться и и выпускать материал по большому счету и ты можешь сидеть там и что-то мечтать но надо просто делать делать все мы я помню у нас наш первый разговор с асхой когда мы сидели беседу летом тоже мне он сказал меня так сильно попали слайне знаю помнится он сейчас сам или нет но мы что-то разговаривали про про батл сошла речь и типа про про батл рэп и ну что я там с батл рэперами какими общался что новая такая но они специфика у них такая и я сказал я тоже не понимаю мне кажется сядь подумай пока и фу и напиши хороший текст ну чем ты сидишь и пишешь текст про кого-то почему он плох а ты нет но и типа и я вот так мне это попало это же про стендап то же самое по большому счету ну типа я такое больше планета по ближайска я больше за типа посидеть написать подумать но также фристайл вообще не я то есть я больше посидеть такой поискать этот панч но не полдня мне кажется в любой индустрии наступает такой момент когда ты вот он пик вот например киномашина там marvel запускалась последняя часть где мстители финал 2 выходила я такой все на этом я все для меня это пик лучше лучше уже не будет все хватит этой вселенной там и так далее потом потом например вот с батл рэпом когда был оксимирон и гнойные такой вот это пик все там все что будет потом наверное она по моему потом перестал выходить его я кого-то не знаешь сам прикошел именно versus он по моему и не выходит ты провод куча выходит этих баттлов я в тиктоке по каждым вижу да и в их на самом деле вообще к сожалению практически ну я не знаю кто их вот полностью прям смотрит то есть нарезки да у вас есть такое тоже какой-то какой-то вот альбом что-то такой блин все вот вот она вершина про себя или про кого-то и про себя и про кого-то нет пока еще думаю рано до вершин еще еще надо работать и работать но в принципе уже классно уже хорошо типа сравнивать то что было раньше и то что есть сейчас то есть я сейчас иду даже там где-нибудь еду слышишь сегодня вот ехал там су играет чуть дальше дом 50 играет все все и поворачиваться на подкаст ну типа 1 раньше вообще такого не было типа блин ты такой блин когда же меня будут слушать когда же будут слушать едешь в автобусе вот в универе это было сейчас вообще круто да и но я сейчас пишу новый альбом уже закончил почти мне нравится мне нравится не меньше чем предыдущий на него надежды большие так что выйдет в июне будет круто я чуть приперчить то вот как чё ожидать одно слово скажем ожидать там много чё там также как и может каким совместки и там есть или только сольный так сейчас мы больше сольного там совместки совместки вот сейчас ведь я к выйдет совместка еще одна но она не на альбоме она просто с синглом потом прикиньте совместка с дрейком яска просто забыл этот как его заводить есть теперь там будет песня и я не дрейк попал да и вот я на не очень сильно ставлю она мне нравится ну такая бенгер вот эта штука работает что когда ставишь на этот трек такой там по-любому взорвёт он вообще не заходит а что-то другой бы разнесло типа не то чтобы не заходит она заходит по-любому если она нравится но возможно что-то типа зайдет людям больше то есть я в предыдущем альбоме мурашки вообще не хотел в альбом запихивать мурашки не за что не хотела этот этот трек я записал два года назад условно до выхода уже три года назад получается и думал дачу лирика-то лирика до город что-то пацаны на студии дата запихай ну блин плюс один трек побольше будет битчета доделали все запихали и и блин как она зашла побольше чем пол альбома бывает да то есть вот такое бывает тоже ну думаю будет хорошо но ты капец быстро пишешься по идее до альбом вышел так давно поедину год до бургари через год у тебя практически готов еще один но эти все песни но не весь альбом я записал после выхода то есть они какая-то часть была вот условно там какой-то два года назад написал что-то что-то копится копится и ты раньше выходил бы и ходил бы там может в контакт когда заливали залил бы ты и ходил бы а сейчас надо это все выпускать и типа какой-то сборничек собирать ну плотный сборник собрался я такой ну давай еще один альбом ну а что делать с ними тоже собер просто со временем они тебе уже перестают становиться интересными ты типа а люди его не слышали надо выпускать чтобы не просто так долго ну да то зачем писал вопрос со своим недавно на ком-то шоу смотрю типа там у басты две тысячи треков не выпущенных я думаю они все одинаковые почему не выпускают на всех чихает в какой-то момент или кашля и брак там по студии кто-то шел уронил что я вот думаю типа у рэперов у всех так типа много треков куча лежит нет вот у тебя собралась и ты выпустил до другой я но это сейчас так уже получается стараюсь собрать именно еще знаешь одну отобрать там то что собралась а так есть лежат песни даже которые так и не выпустил тоже такое есть сам забыл сейчас где-то там ну блин сейчас даже не вспомню а вот как было ты сам определяешь по качеству до или актуальность или тебе не заходит как вот вот эти треки ты такой типа не за папку какую-то нашел там такой а у меня там 4 3 к кассе лежит вот эти в альбом это вот это вообще никуда вот это куда и вот как типа на вкус на твой но наличие но сейчас уже до сейчас уже сейчас уже стараюсь так не 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 закидывать их куда-то в папку там чтоб не пылили сейчас уже вот если все зашло вообще сейчас стараюсь писать чтобы сразу зашло есть бит отбирая вот он вот он профессионализм заложен до бит отбираешь сначала вот это вот этот бит зайдет типа на него можно писать а не так что напиши к на этот бит и ты пишешь как раньше все подряд энергия тратится но зачем это все лучше сразу точечный подход продюсерский поедет прикольно кстати говоря вот с шутками также точно ты потом понимаешь что ты когда пишешь ты уже понимаешь вот это точно смешно ты уже понимать это просто только с годами приходит то есть ты в начале такой а вот такой разгон сделал а ну там ты можешь смешно это вообще это вообще просто ты как ну то есть в стендапе особенно это болезнь ночей когда ты выходишь на open mic проверять что-то сырым разгоном ты сразу как городской сумасшедший выглядишь то есть за секунду вот ты не добился смеха там где ты его ожидал и все и время начинает так ли просто медленно идти в росток такой то блин все ожидания на поставил это вот одна секунда сейчас я пока они они так тянутся на сцене и ты был такой а еще нет ну все-таки но утки же странные правда они живешь и такие они же ну да и и ты потом учишься что не такие вещи не работают поэтому я думаю вот то что я чем маска тоже говорит это он сразу сейчас понимает типа пишет и понимает типа хитово это или нет в стендапе ты пишешь ты понимаешь ой все я смешную шутку написал ты это ты можешь один сидя дома просто в трусах ноутбуком такой я очень смешно ну это это прикольный как бы чувство когда такой а comedy body у тебя есть вот касательно твоего последнего спешила не оборачивайся да да я пишу с некоторыми ребят пара стараюсь не писать с одним человеком все время мне я пишу сейчас такой комик жених и ников из хабаровской чувак прикольный это хугаев комик да это хугаев комик и инстамодель разрывается вижу но его до этого я долго писал с денисом чужим мы с ним много писали денис супер комик очень сильно нравится то что он делает он там мы с ним короче как-то друг друга чуть не поняли по ему у него какие-то свои еще но я в любом случае меня к нему вообще никаких не претензий не 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 конфликтов но мы просто перестали общаться я немножко из-за этого даже честно переживаю но но дан крутой комик вот но это все ребят с которых я кайфу и и же как ников их и так вообще обожаю его его и комедии юмор и собственно вот наверное это три человека с кем я чаще всего какие-то приколы пишу с одним человеком сложно все время вы будете вдвоем если все время писать вас начинаются одни и те же отсылки одни и те же приколы в этом и нужно разнообразие все время с тем с тем с тем поэтому это три я называю с кем как бы на на постоянной основе а есть еще ребята с кем мы можем вот там прям сел все в ловкачев мы сможем просто увидеть типа давай побросаем давай мы сели и ну прикольно так разнообразно ты вспомнил х это я вспомнил про большое большое шоу большая игра большая шоу очень классно реалити-шоу допустим два сезона да уже есть где с комиков берут я подозревал сезонов 6 уже есть просто они показывают кого-то да мне так кажется не за механика такая с комиков берут деньги по 300 тысяч рублей да и когда правило не смеяться на вот выживает сильнейший я так полил за х так и во втором да потому что я думал он справится потому что во первых он осетин во вторых ну сдержаться пункташка посеримую тучу записали у него борода и я думал что знаешь человеку с бородой и осетину ну типа что он не будет смеяться типа не смешно да а он наоборот он очень-очень как будто легко взорвался то есть человек человек создатель шоу будет серьезно сидеть и что-то смотреть на принять вот так тебя не звали туда меня звали я просто 30000 не было прикинь раз без размена я ел 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 я гастролирую чуваки ну а блин вот такие дела уже не раз очень прозаичный нет да вы дальше куда-то едете после города бишкек потом стамбул потом кипр потом сербия а в том чтобы отдохнуть да нет там концерты но это все быстро и да тоже день-два-день-два по дню везда днем в день день у тебя у музыкантов есть такой body тоже который продюсер битмейкер вот он накидывает рядышком с кем писать дать ему музыка люди ну так же с одним и тем же если писать одно и то же то есть получается одно реально там то есть но есть у меня друг которым мы постоянно то есть вместе и пишем и придумываем все мы в плане он там может идти я там на кухне сижу что-то пишу там 7 строчек написал и восьмую где-то что-то не получается я ему кричу вот на это дай рифму и он на него там салам алей спасибо евросоюз да это ара вот ара вот в общем с ним мы постоянно пишем а если это есть это на русском что к сожалению разница казахским у него чуть хромает если казахский язык то тоже где строчки не хватает я могу вот вчера например 7 написал 8 что-то не могу понять где то есть она но она не подходит не пишут деле дай мне дай мне рифму на это делик ур все он не кинул что-то хоп-хоп все встало отлично я не могу вас по такой уютный сидел на кухне писал лучше вот так он чисто в них мехматывать я понимаю физик мехмат вот вообще математический какой-то подход вот так спокойненько чуть-чуть задача была не решена строчка не было я специалисты в этом уравнении деля похож на кстати безумного профессора но вчера тоже дома сидел болел время у него было поэтому изи кинул мне ритм круто мы больше только когда в голове я не знаю я не знаю если такое но если у вас 30-летний такой есть это нормально ну типа мечтаешь прикиньте во футболистом буду типа как криштина роналду там или я буду там как или рэпером буду лисы над комиком буду вот в таких моих мечтах в голове я бы всегда хотел быть рэпером чем стендап комиком потому что я даже в мечтах это вообще ли нормально это писаться же надо еще шутки придумывать а так если я рэпер я чё-то одну написал песню и весь мир и слушать и вот с ней с одной песни еще мечтах я выхожу одну песню пою и ухожу и все там просто с ума сходят что за одна концепт длится полтора часа и да и сейчас 25 на экстаз уходит должен быть какой-то псай это плохой пример это все уже больше про него я не знаю он выпускает на просто они надо они по сравнению с его супер хитом смотришь они уже сладенько набирать и потом 250 миллионов просмотров такой но это уже по сравнению фигня даже со смутдогом у него не так зашло как его ссоры ссорник гангам стайл тебе дома не тесно в музыке не тесно ты думал куда-нибудь еще потому что я был вообще нереально так удивлен восхищен перевоплощением твоим это майор гром 2 до когда он догонит вообще образ брат кратос это лысый франкенштейн что такое мощный посмотрим как это выйдет конечно я но вообще из того что я видел на съемку ночном процессе очень супер посмотреть это конечно сильно круто ну то есть я смотрел кадры такую то что чем мы снимаем что мы снимаем как это кантом выйдет весной следующий вот потому что большой проект у ребят они прям сильно там стараются и олег трофим режиссер он горит просто и он горит и меня так впечатлил его все-таки от критические ситуации они же сильно показывают как вообще человек там думает как он наведет себя и там был момент когда ребята там заново подождение на косячку они они должны были вынести реквизит в определенный момент и они просто его забыли перепутали там часть не вынесли и я вот на опыте съемок там всяких проектах там где-то в рекламе еще чего-то я знаю что иногда режиссеры могут просто истерики закатывать ну типа это норма на них они за все ответственные тайминге и понятно что они на грани стресс олег точно также но он в этот момент он делает так он такой так ребят я хочу акцентировать внимание сейчас вот это подразделение накосячила ребят вы были сейчас все неправы вы сделали вы допустили ошибку и вы сейчас труд все это огромный ком а там команда просто ну там там не верю я такой команды не видел по количеству людей то есть просто невероятно вот вы труд всех этих людей сейчас вы поставили значит под подвода вопрос и вообще сейчас всем сделали не круто я хочу работать только с профессионалами по и пожалуйста пусть это будет в последний раз окей а сейчас вы накосячили пусть это будет последний раз продолжаем и он больше когда мне уже и уже с ними общался как ну то есть без всяких там типа обид типа не говорил там типа да ну конечно сейчас может быть уже он общался на ровно и все нормально вот выделил это по я просто подумал как круто вот в профессиональном реально кинематографе частью которого безусловно является проект майор гром как же круто там вот такие вещи казалось бы мелочи на руку то что если он начал орать или если он начал ничего бы не сказала реально начал выходить другим всем говорить вот они конечно черти забыли или начал бы утрированно как-то их подкалывать это бы так на атмосфере с отразилось сто процентов а он так сделал и дальше обозначил что все был косяк но и дальше продолжаем с нуля как и вообще супер и я к я к тому что съемки вот в фильме они например учат еще и вот таким вещам очень сильно не просто там как тебе в кадре за это в кадр войти выйти там что делать короче это крутое . где съемки в тюрьме кресты это петербург до тюрьма кресты прикольно прикольно это работающая тюрьма смысле уже нет но она был совсем недавно перестал и и быть по моему мои youtube обзоры на 5 утра кончаются историями с этой тюрьмы там с обзор и как в нее хотели выходить все это мало петербург блин ну круто это первый поджидать съем но в большом кино в большом кино да да конечно типа сразу в моем гром зайти для меня это один из топовых российских проектов потому что по картинке это су это точно запад это голливуд это ну что то такое прям у меня до этого был были пробы успешные меня пригласили на маленький микроэпизод микроэпизод кириллу серебряников и меня кирилл пригласил и для меня был конечно супер в восторге такую офигеть кирилл серебряников вот но и потом начались военные действия и все и ну и кирилл все это перенес но интересно что ты играл в этом фильме но не снимал не самого себя потому что ну обычно стендап комики играют самого себя сколько я знаю американские фильмы на последний там проект джона хилла где мёрфи играл отца по сути играет себя только грозного такой все проекты кевина харта вообще обожаю фильмы кевина харта играет себя тоже мне кажется ну слушай но при этом например фильм я могу сейчас про про легендарного голливудского сценариста середины двадцатого века там играл луис и кей он играл тоже и он там играл ну прям персонажа ну то есть я я не думаю что это какая-то такая универсальная штука и что обязательно нужно именно так просто тут вопрос скорее твоей готовности пробовать и и ответственности большой потому что ты же рядом с профессионалами стоишь и профессиональные все операторы актеры режиссер все вокруг и ты на когда туда входишь на каком-то аматорском таком все равно это это очень волнительно но с другой стороны у меня весь стендап игровой очень то есть я очень много там меняю голос персонажей показываю таких 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 и из-за этого я все время плюс мой друг рассыл чепдаров это бесконечная актерская акварелька и я рассылу просто обожаю за его вот эти перевоплощения безостаночной и это очень походит все это очень походит на актерские тренинги которые актеры все время делаем поэтому я в принципе у меня наверняка нет там теоретические базы но практика нахождение на сцене перевоплощение поиской поиска персонажа голоса взгляда это у меня все время есть поэтому я в принципе ну чем-то около того и занимаюсь в стендапе очень много от актерской но смотря как у меня есть стендап где ты встал и стоишь но это тоже стендап просто другой короче нормально по дублям все или или все равно да почему у тебя не получается давай не такого не было не было жени ты сейчас был не про вся команда идет именно из-за тебя же идя кей у тебя асхат есть желание тоже куда-то вот прикинь завтрак стендап дашь не в кино бы прикольно было бы но пока еще вот сейчас скоро выйдет кстати фильм ну как скоро тоже следующей весной по моему пацаны снимают фильм нашей казахстанской шаломана дошла мана о серьезно я очень много слышал об этом проекте когда да там буду афиге ты будешь себя играть до себя играть в плане там небольшой наверное эпизод будет но не но буду короче когда пацаны придут на студию скажут что им нужна песня или какая-нибудь супер хит и мы короче с ними сделать а выйдет настоящий трек будет до будет с ними трек я вот вчера уже написал вот как раз сидел текст строчки них прикольно теперь осталось записать и вообще классный трек мне когда вы когда еще раз в фильме я вообще не не сказали к весной скорее всего типа ближе к весне следующий а ну вот у нас одновременно надо круто примерно же будет вам будет посмотреть ну и дальше больше у пацанов еще будет у меня там не будет там саундтреки в основном наши будут тоже фильм про бои казахстанский октагон октагон до того точно ты больше знаешь ну я вот ну и дальше больше вообще хотелось бы как-нибудь когда-нибудь чего-нибудь такое прям актерское попробовать на себе фильме типа знаешь вы как будто образ рок-н-ролльщика из горечь не знаю кого-нибудь играть такой куришь и прям такой антураж дом 50 а как думаешь у тебя получилось играть какому-нибудь очень спокойного человека вообще да я бы знаешь вот прям не знаю даже да много чего можно сыграть какого-нибудь такого барыгу прикольно было да 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 но мне кажется стопудово никому не рэп ничего что-то такое прям его бром другую вообще другой внешность что может даже к это да 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 просто вот что-то другое будет будет думаю надо надо работать класс чисто праздный интерес в поводу рэпа мы познакомились на концерте уаски в москве тогда с моряр там он чулка как он вообще я просто ой куканер я кукол на самом деле очень опытный mc это я знаю он не сам даже рассказывал просто я имею я кстати очень опытные иметь очень приятно парень но я имею в плане творческих каких-то вещей потому что я не успеваю следить и вот альбом пишет уже закончил сейчас скоро выйдет там будет трек кстати самой о класс 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 ну надеюсь будет круто а я сейчас вопросы позовите а эти как а как его пацаны из науки со сладкий бон они кислый на мотоцикле катается пришел в такую я недавно его пара демок слышал он типа такой роковой короче такой у него но вообще зная темперамент кисло-сладкого мне кажется он должен на мотоцикле кататься только предварительно выпрыгнув с ним с парашютом и самолета примерно это и делает или плач пиздец длинный что-то такое черный плащ знаешь что хочется обсудить пацаны он получит как-то вот жизнь и карьера она как фильм как кино где-то ты начинаешь где-то звонок почталью она начинает сказать заварушка проблемка и я думаю у каждого в жизни есть второй акт знаешь когда бэтмен с бэйном драться пошел эту драку проиграл спину сломал и пошел ее чинить вот такой такие моменты в жизни и я думаю полюбас у вас такие моменты в жизни были асха прям нет и всегда в принципе грустно да есть было потому что бывает момент когда ты вот живешь какой-то мечтой думаешь вот буду делать вот так вот так вот так потом оказываешься где-то обычно сам с собой наедине с какими-то проблемами с вызовами и проигрываешь этот батл проигрываешь эту этот раунд маленькую заварушку ты потом откатываешься опять как во втором акте и находишь какие-то силы чтобы что-то делать дальше до аж аж мы напряжение да я я я тебя так не уже я за так служу что вот ну вот ну у меня допустим было я вот сразу вспомнил код мы всегда же работа песен сразу да конечно мы всегда работали вместе он как бы нам полностью весь дизайн и обложки все вот это все и футболки вещи там не только мне вообще всем рэпером и артистом делал вот и в моменте как бы его не стало и после чего и и тут у меня альбом сейчас вот после него альбом вышел у меня назывался нервы и вот он я думал ну как бы в таком настроении его писал особо ну из настроения и назвался он тоже также нервы и что-то он вообще короче особо так и не зашел ну я так думаю и в чартах нигде там как бы там и не до чартов было все потом ну а потом как ты говоришь собрался духом и выпустил альбом новый который вот код ну вот этот самый переломный момент такой в плане именно творчества когда мы вроде все вот мы сейчас все сейчас вместе сейчас все сделаем и тут бах его нету этот момент не раньше был в твоей жизни power control уже ты ездил это момент когда ты остаешься один я ездил что там я ездил то я ездил на стройке работал особо не по музыке вообще я просто в америках да и потрогать тебя и все поехал приехал там что-то мы с одним чуваком узбекистана познакомились он горит нужны деньги это конечно нужны вам и уже все без денег там три месяца ходили ну как без денег и работаешь на стройке вроде и получаешь и сразу же их тратишь короче все такое второй курс тысячи двенадцатый год вот и чё и получается мне пришлось там предложение поступило давайте ограбим банкомат ну мы это и сделали как-то культурно говоришь поступило предложение ограбить на почту такой mail не а там оказывается это у них запрещено в то время было легко у них же есть вот эта тема типа paycheck да то есть ты получаешь карточку те дают вот такую стопку чеков и там типа я допустим жеки вижу я вот джеки перед ну там пересылаю условно 10 тысяч долларов или 5000 долларов можно все тебе дают и с этим при чеком идешь снимаешь а на самом деле у меня денег-то этих и не было тихо и потом они через какое-то время узнали что мы вообще кинокрут и а мы уже дома они узнали это уже когда мы уже когда я как мандраж такой в аэропорту идешь такой все ничего я еще такой подхожу и там билет даешь и там у всех зеленые все проходите у меня красным не пропускать уже фбр в голове там блять все вертолет я только че за фигня и там она что-то сделала видать что-то не то просто с бумажкой зеленый ух думаю все прошел все улетели прилетели домой и вот чуваку с он который со мной там был тоже с универа с моего мы с ним вместе эту тему замутили и ему приходит как ни странно не мне на почту а ему на почту приходит вы там разыскиваетесь такими-то там службами и он мне пишет чувак вот такая фигня повезло нам но это примерно на сколько звездочек богатая звезды 2 так максимум ну там 5000 долларов ну это можно до посидеть чуть-чуть а там наказание какой-то стипа въезд биза но мне сказали вот этот чувак узбек с узбекистана он сказал пять лет ближайший приезжайте пять тысяч долларов пять лет тысяч долларов год но нормально сейчас вот если дай бог с концертом сейчас штаты 2 не ну да тебе вопрос не должно быть сколько у тебя трансгендеров в команде я сам идентифицирую себя как они во мне все все кроме меня да да всем кто на каблах кто накрашен этого парня пропускать и всего команда это сильно прогрессивный человек же не у тебя есть история такая да у меня наверняка тоже ну их их несколько я думаю больших но я вот сейчас когда ты спросил об этом я наверное самая яркая которую я сейчас помню вот это когда переехал в москву после канады и я пытался заниматься творчество у меня вообще агрессивно это не получалось ну то есть потому что ты заниматься творчеством круто и классно когда ты уже узнаваем когда у тебя уже есть какие-то возможности и связи и ты уже пробить вот этот самый первый слой это конечно самое сложное начать как как аска говорил когда ты говоришь вы дайте еще годик вот этот это же самое это же самое это и самое интересное самое вкусное там курится закаляется ну и сколько чуваков именно об эту об эту кожуру пробиваясь отскочили но и и работают живут там ну то есть многие многие просто оставили это и забыли такие ладно но наверное в этом есть что-то близкое с тем как добиваться там любимую женщину да то есть ты в нее ты безумно на тебе понравился ты хочешь похитить и тебе для этого нужно предпринять много шагов и вот так же ты добиться вот этого пути творчества и в москве в какой-то момент всерьез поверил что все надо сдаваться ну то есть надо просто работать уже и как бы мозги не шатать не не выдумывать ничего типа чё ты там хочешь стандарт ну окей ну делай стана на я помню я запомнил сильно салка для работа в рекламном агентстве мне там сильно нравилось но я помню момент когда мне стало так грустно бесконечно когда я просто в какой-то момент понял что я не уделяю времени стендапа достаточно из-за того что много работы я в частности писал тогда при предсказание в шоколадке дав что ждет женщину которая съест этот шоколад и сахарный диабет не подходила и и мне начали в какой-то момент сказал жень это здорово конечно да но выступай по воскресеньям свободное время выходить нам на опыт майк говори приколы для себя ты нужен здесь вот твоя работа реклама ты создан для желаний до для женских женских желаний в предсказаниях шоколадок и и когда-нибудь мы перри переведем тебя на love is тоже головокружительный карьер и я вот в тот момент я прям сильно в какой-то впал вот такой стендом блин реально что ли вот это все тебя с творчеством вот так но потом я такой и тут тут конечно же пример да типа я всем в рекламе это тоже творчество другое про креатив да да и гораздо острее это ощущалось бы истории если бы моя работа была значит на заводе собирать стружку металлическую рук голыми руками и всегда я чего вы ему не дадите перчатки такие мнения этот голыми руками собирает я вот так кровавая рука я хочу стать почему я курс тружку собираю это было быстрее но к сожалению меня вот такие обстоятельства и и потом когда я все-таки сказал я ну я хочу я буду пробовать добиваться пытаться дальше 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 и потом ты такой кайф получаешь когда ты оставляешь работу ставь оставляешь эту стабильность все равно и и начинаешь заниматься творчеством и и это начинает получаться это конечно другое чувство поэтому если вы слышите нас сейчас все бросайте свои работы бедить идите пойте вы должны петь читайте рэп и если стендап снимайте и житель стендап прикинь ты всех людей поделил и не поверили все кто смотрит с телефона выпивцы ноутбука стендапер кто на телике актеры если вы слышите это и этот смотрит сейчас ваш друг они вы поздравляем вы актер все таки окей кризис на рынке труда казахстана все фрилансе ушли бросили стендап бай клубе а стендбай клубе алматы за эти выходных на open mic зарегистрировалась открытый графом пойдет 8 8 0 1 8 0 9 8 и то и вообще без перерывов блин да нет не интересно у тебя тоже такая история у меня конечно когда-то вот второй акт и такое надо спрашивать успешных людей доник доник за кадром остается всегда дания сценарист вот и очень много на самом деле казахстанского кино и сериалов пошло через клавиатуру данияр какой-то момент был у тебя в жизни для для машины любому а блин не знаю я не ожидал что ты у меня спросили дома и будем рассказывать да не знаю это слишком рано тоже такая штука произошла когда там я закончу школу и хотел поступить на режиссера где такой в алмату на режиссуру и мне мама классно сначала нормальное образование получи а потом если желание останется пойдешь на режиссуру я такой типа ок и поступил на международные отношения такой себе тоже чем нормальная работа да мы так и не такая уж и нормальная там ты должен быть 21 год с опытом 35 лет именно и 16 родственников уже там должны тебя ждать в костюмах синих то есть это такая была штука я играл в квн в школе и мега же вот этот класс поиграешь потом уже не будешь там уже госэкзамена и груда потом говорит вот ладно и вот энтежи скоро ты где в один смазь не будешь играть те ру ладно 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 вот школу доиграешь все и в рда в универе никаких кого на фигуроке то вот универ уже заканчивается ну сколько можно уже но ты что уже серьезно надо заняться но в итоге не работал мне нигде так ни один день по идее вот квм привел вот в эту сторону я кайфую типа супер шу сценарий мероприятия подкаст все все очень сильно есть блогер на 3000 подписчиков недавно стал я капец счастлив этому событию да вот ну короче мне кажется даже ну классно смотреть всегда на те кто у популярный типа вода же не работу рекламного агентства сейчас он известный у него голубая галочка и там легко вот уаски там альбомы стрелять но финальный результат не популярность а внутренний состояние мне кажется если ты не стал супер известным но ты чем-то в кайф себе занимаешься то это победа по идее если ты не стал супер известным кому он завязывается теперь ты рэпер рок-н-ролл рок-н-ролл турала вот усеки погоняем да у нас есть эксклюзив чик что ты теперь новый ведущий стендапа на тнт новость откладывали очень долго потому что это как встречайте ведущий стендап на тнт до евгений и чеботков и ты выходит так забавно вот если анализировать этот путь что первые мои появления в стендапе на тнт меня переозвучивали даже несколько раз не меня в смысле мое объявление потому что руслан викторич белый говорил а сейчас встречайте рубрика открытый микрофон димка чеботков следующий раз встречайте рубрика открытый микрофон ложка чеботков и я каждый раз это по-братски и ну и и вот дайте сейчас ты теперь будем вестить будешь меня тоже это низкая ну я может быть максимум я скажу помните когда ты дошел начинал вести рустам белый это максимум моей месте но вообще да прикольно прикольное чувство попробовать вот в таком формате все-таки проект уже уже стал все равно таким большим знаковым да потому что как ни крути но именно стендап на тнт и это это проект веществал адус мухаммедова он он тем самым все-таки рассказал большей части вообще ну зрителей телевидения о том что такой жанр без него не было бы потом ни женского стендапа как уже никого ответвления не было бы там не вне проектов на ю тубе многих я не верю всех многих но флагман открытый микрофон открытый микрофон то абсолютно да конечно а почему решили чербакова убрать слушай это продюсерские решения то есть и и в них мы можем сейчас конечно гадать но это как на кофейной гуще потому что все-таки продюсерские решения они ну они основаны на как на каких-то на своих там взглядах представлениях это как у меня было с шоу игра также у меня у меня не было момента чтобы я такой как я хочу вести что-то вообще не было просто слова даст мухаммедов пригласил меня к себе в кабинет сказал у меня есть большой проект я хочу что ты его ввел и я просто упёрся это куда не слану я ты чё ну я да не но я не хочу я в стендап не до вести не хочу ему сказал доверься мне типа как продюсеру я сказал хорошо и все явно я привык ему доверять и и мы с ним на вот этом конечно многие начали сразу там выискивать в этом лобби казахская потому что слава и не ну не из казахстана этнический казанга он о как-то интуитивно людей из казахстана все равно чуть лучше чувства при том что удивительно но он как бы он в казахстане никогда ну не жил там находился но у него все равно есть не и ну азамат там норлан и как-то вот он меня в очень очень тепло в какие-то моменты все время там поддерживает и подтягивает но вот продюсерские решения и это в том числе тоже его решить по шипящим пошли чербаков чего-то дашь кто они заменю зато больше смотрит этот ну теперь получается а есть такое предпосылка что такая что ты теперь все будешь вести как азамат свое время уже все ввел подряд или как сменяется поколение я парни не знаю вообще не хотелось бы конечно я честно скажу потому что я нет не так вижу своего чеками и я могу скажу я за прошлую но это просто факт это сейчас вот даже без какой-то оценки просто вот это вагон . я отказался вести три передачи за за последнюю неделю ну пуль все на тнт не не факт ну то одна на тнт а остальные это под просто еще какие-то предложить не потому что это плохие там проекты еще что-то но у меня есть свое видение и конкретно стендап на тнт я тоже мог бы отказаться по идее ну то есть нет там нет такого что меня заставили и я такой все отказаться конечно ему но именно стендап на тнт для меня важен как флагман потому что это действительно ну и шоу и в котором я как комикс формировался изначально и и для меня важно то что причастность но если мне скажут вот есть офигенная шоу очень крутое кошки танцуют по команде со звездой и и потом и все делают брейк но и даже если это будет супер супер хит я скорее всего откажусь и я вот пошел например в опыт с баскетбольным шоу просто же сильно закайфовал с баскетболу в америке посмотрю вот буквально сходил на nba там типа три месяца назад и и двами то есть я вернулся и не сразу не таких хочешь баскетбольный шоу и так и блин а я по таким впечатлениям я я увидел стефана карри и я такой блин как это круто и сразу и откуда давайте тоже я сильно с этого кайфанул с баскетбол но просто из идти куда-то вести потому что это будет типа хит у меня такой задачи просто внутренний стоит поэтому стендап как будто на тнт это для тебя классная история личная твоя да 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 это это личная история моего там то есть как я там появился в этом открытый микрофон на этом всех боялся их но на них смотрел и такую офигеть там блин каргинов офигеть слава комиссаренко и потом вот до какого-то поколения где они теперь но это как в этом когда музыкальный шоу приходит чувак его не берут потом еле как берут а потом он жюри сидит и же типа ну у монатика же да 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 я вот эту штуку я эту штуку люблю смотреть такие всякие приколы типа блин на самом деле стендап сегодня такой большой прям вот сравнивали ребята знаешь даже с рок-н-ролльным направлением до само по себе культура слова понятно что жанр музыки ну да но от само по себе слово да это означает то что вот из всех развлекательных из всех целом культур это самая такая вот она как будто на пике сейчас да как как ндобу ей в конце там восьмидесятых девяностых годах ничего себе даже ну как ну да но типа очень да все ребята на виду все проекте на виду кого 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 вот из вот актеры разные есть вот тоже вот давай там стендаперы до музыка появляется тоже концерты заполняются то есть как будто культура на пике такая есть такое ощущение но и по гастролям на тоже это видно ну вот если вот так говорит типа прикинь ты рок-н-ролл так асфальт рэп так стендап я что должен быть тогда как будто идет вот такое что какой-то момент же рэперы прям киберспорт туда же туда же вот как будто знаешь такая центральная полка в книжном магазина да 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 самый популярный рэп да и и стендап да это вот так вокруг вокруг вот так круто ну возможно я слушай мне кажется что стендап просто настолько это это эти чистый честный жанр что там все вот видно и поэтому его легко слышали в один человек с микрофоном у тебя вообще не за что скрыться понимаешь и в рэпе ну вот мне интересно как вот мне очень интересно как но это воспринимать но у меня все еще в рэпе пружья фанат рэп типа я очень жанр и типа я дай мне возможность побаловаться почитать фристайл я буду это делать вообще пока пока силы мне не оставить меня сильно это веселит но в рэпе условно у тебя концерт и где-то ты можешь ну хит грубо говоря играет но я это своими глазами ласки видел даже вот на сцене находясь с ним в ускамане и можно типа опустить майк и просто флексить народу но и они и все люди дают эту энергетику это было это одно и это же супер чувства когда да бам и это такое ощущение и я вот так просто был на сцене я смотрю как аска просто вам убрал майк и люди в целыми репликами просто выкрикивает это так такое еще подживую это все это супер и я я я говорю о том что не то что в этот момент можно халтуре я не об этом вообще но просто там вывод в какой-то момент им типа даешь ну держите инициативу как будто ты их везешь в тачке и потом руки убираешь лишь ну хочешь порули чуть-чуть его ноте сами да 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 вот это похоже чувство да очень круто но не всегда так смысле в начале как говорится до этого дайте ну странно так начать концерт похоже знаешь вот так типа мне вот говорят ну да типа вот допустим новый альбом а будет ли у тебя этот не не предсаказ как это называется собрать всех клубе а предпоказать пока да 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 ну то есть я вот не понимать не понимаю не так не знают это же новая они его петь но ничего не смогла надо то есть я больше чтобы раньше же это было все делали предпоказ да 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 в клубах собирались и выходили и как бы и это немножко было странно для меня и до сих пор странно да это тебе нужно влюбиться в песню с первого раза еще на второй половине ты должен прям но я вот к чему что а в стендапе например ты должен быть включен от начала до конца тоже в стендапе такой такого варианта нет ты что ты видишь и в какой-то момент опустишь микрофон и такой ну-ка ну типа такого не может но примерно по вайбу это когда какой-нибудь паровоз кота там и там пошутил или симпровизировал и всем зашло это сам немножко это рассмеется и там просто когда вот там чуть-чуть ты на или только бобернами сестра и популярной песни но это без да это песня с крутым есть и и поэтому в стендапе по-другому да хотя для меня стендап и я его воспринимать частью хип-хопа больше но я его так чувствую именно потому что ну хип-хоп культура она такая всеобъемлющая да и ты же в хип-хоп культуре ты ну много всего это же и рэп непосредственно там скретчинг любит боксинг граффити танцы ну тут всего и и для меня стендапом где-то он не он конечно не является полноценным как лучи но это что-то в той же энергетики но по моим именно я говорю это вот как я просто это чувство да для кого-то там лёха чербакова он скажет что это это поп-панк для него стендап этот ты в костюме никогда не выйдешь на свой сольник ну в столь стендап да я не совсем это представляю да конечно но фишка в том что наверное вот это вот свобода внутренняя которая которая рождает хип-хоп культурой которая есть и в стендапе тоже она наверное и и роднит чем-то жанры и поэтому можно часто вот это выражение но очень много было типа стендап это новый рэп мне не сильно это нравилось выражение потому что я с ним не совсем согласен потому что рэп был и до этой волны хайпа и будет после нее и и и и будет и сейчас и будет потом как и стендап то есть это все суждение по какому-то ну по каким-то хайп хайповым мишечком да то есть вот сейчас стал популярна и все таки блин вот рэп и из то есть если про рэп узнали модные девочки из журналов это не знаю что он появился и если им он перестал быть интересен значит что он исчез то есть это просто какие-то какой-то пласт людей которые в медиа делает такие вот громкие лайны и вода не и они узнали такие вау чё за стендап блин все теперь стандарт глупость и как каждый раз когда кто-то говорит ну все это новый черный стенд да 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 типа так все все братан стендап это новый рэп и сын ну это это просто глупость то что вот вот эта фраза ну вот просто очень глупо это было уже по поводу упаковки материала вот вот на западе в россии пункта же любят вот альбом выпустили потом посмотрели вау качнула и даже боберном том числе потом такой ловите на виниле отдельная культура как будто отдельно отдельно такое направление что вот он винил такой моментик что вот эта вещь и послушаю их все оформляют так прикольно с обложками раскрыл посмотрел сайт и сайт бей такой момент есть вот и как будто бы дом 50 тоже можно на виниле вот так вот можно да вообще я люблю винил и виниловые пластинки у меня с недавних пор дома колеса бирада есть небольшая тупак 50-cent нелли ну и по-любому там штук 20 наверно пластинок небольшая коллекция но есть ну как сказать это если это делать но это чисто делать наверно для вот таких как коллекционер фанара то есть а так на продажу ну без проблем конечно но тут такие же как ты возьмут человек 20-30 купят ну а в основном все телефоне слышал ласка выпустил альбом только на виниле покупайте мой альбом на виниле человек мне девушка подарила альбом группы и ритма колбасы не группы kick shot flat white альбом ритма колбасы наш с разум которым идет для сериала в ритме колбасы я вот она сделала его на вид она сделала мне его на виниле да это так прикольно и моего дома я включаю там так забавно а кстати вот комик сева ловкачев один тоже из моего топа вообще любимых комиков он он сейчас я не знаю записал или или нет но он точно планировал записать свой концерт на виниле тоже ну то есть выпустите он типа только на виниле но нет это туда же тем же людям кто и альбом только на как включать винил я всегда вижу когда никогда не понимаю как это работает что значит ну типа пластинку иголку старт а можно включить четвертый трек конечно ну да ты просто так перестали резины тратом так поделено видно да типа ну там видно да да ладно я разберусь чуть позже по тексту конечно не было найдешь так где-то вот четвертый трек вот примерно тут примерно поймаешь комменты читайте под своими с пошлыми под своими альбомами в youtube чеки в youtube чеки не особо в youtube чеки разве альбом ну да по-любому есть весь альбом просто сняли ты на ютуб может когда вы ну да под клипами бывает альбом обычно ты заливаешь там на площадке и она youtube вот допустим предыдущий альбом я что-то так затупил с youtube он его залили вообще другие люди серьезно и поймали там просмотра я я залил да да и и просмотре то есть вообще там миллионами но не из твоего канала этот альбом я сделаю сам не делайте кто сделал прошел учуял за сделать все разобрался я вообще не читаю комменты никогда практически не к почему а как доктор дропнул альбом все я занимаюсь следующей вещью не совсем наверно так просто для меня это это расхолаживание некое с двух сторон то есть если тип не во первых я стараюсь я довольно трезво оценит я такой ну я я вообще в целом себя воспринимаю начинающим кормиком сейчас без без всякой там без не того что я сейчас тут как-то там же же манны и какой-то такой весь пытаюсь ой прибедняться я начинаю я правда начинающий здесь для стендапа для мирового стендапа я занимаюсь 7 лет это вообще детский сад даже 10 лет не занимаюсь стендап комедии поэтому я такой это все начиная все начинающие начинающий комик это чувство мне очень дает очень много сил и я знаю типа вот здесь я плохо сделал здесь я хорошо сделал вот тут круто вот здесь я прям слабо получилось я это и так чувствую и мои близкие мне где-то подсказывают еще я вижу это там ну тут каким-то просмотром репостом я это понимаю но условно человек мне пишет а ты вообще вот типы там вообще дерьмо просто очень плохо вот он мне написал я это на это потратил время энергию я где-то разозлился в глубине души я там что-то подумал я начал я трачу время на то что я расстраиваюсь или пытаюсь это купили но он не прав мне какую где-то какой-то человек в интернете не прав вот это мне либо он пишет ты просто ты потом не тот каменник ну я щас он ты просто лучший в мире мой стиль это кстати вообще нарежьте тик ток под этот трек просто где побежь ты лучший брата наши лучшие я у меня сразу гордыня начинает глубине души игры я сразу возгордился и в обоих вариантах и когда расстроился и когда я возгордился я просто ну не работаю на дно и этот смысл какой поэтому я просто считаю что ну типа люди кому-то важно для кого-то кому ну коммуникация в комментариях важна ки кто-то любит там с кем-то поспорить там что-то доказать кому-то пожалуйста вообще я такой смотреть ну типа я такой окей равно так и как я смотрю что-то это куда-то прикольно не прикольно если это на мой друг я ему скажу а вот это мне понравилось если он спросит опять же а так вот заходить писать что за ушел это все к чему спрашивал парня потому что у нас есть рубрика ваши комментарии потому что мы читаем все ваши комментарии смотрим и потом берем комментарии из прошлого подкаст зачитываем с гостями текущего подкаста да и выбираем наиболее такие комментарии которые вот как-то на нас в общем как-то вот на вас они повлияли мы берем комментарии из выпуска с данияром и ярки буланом астана спарта да 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 вот и что готовы я тоже видео я видел я и выпуска смотрю по году да по моему ты ведешь передачу где они выступают по моему припоминает такой обычно же бывает такое где мне рассказывать блин вот скоро выйдет передать мы там сделали вот так и ты только через семь лет она выходит и такое а тут так идеально сложилось они рассказали я захожу посмотрел и фук и уже ты здесь сидишь как они нормально выщипали с тобой вышел до выпуск куда крайний да 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 выше уж я чуть праву про фукал смотришь не знаю я вообще за них я там не скрываю по моему за них болею ну да будучи ведущим варик такой что сезон пикников классные ивенты есть в алмате в астане в шумкенте и вахтау называются не эскуэр пикник и мы будем разыгрывать во-первых билеты во-вторых вот такой спецвыпуск есть сейчас я покажу вот такой классный спецвыпуск с алюсе нам прикиньте люсьеном вот сажений чеботковым и у нас есть тут классные маркеры которые вот женя сейчас подпишет как раз таки на спешили 11 журнал подписанный специально вот этот спецвыпуск мы разыграем в на ю тубе сейчас буквально выберем автора комментария который понравится ребятам а второй мы разыграем в инстаграме там будет отдельная механика ныряйте туда и смотрите так парни что же механика такая зачитываю комментарии из-под выпуска с подкаста с даниэром ярки буланом да мы эти комментарии мусолим мы от мы комментируем комментарии и выбираем да ё-моё ну все комментируем комментарии поехали готовы надо потом напишет комменты на наши комитета мурат и манкулов пишет там немножко обсуждали женю и пишет насчет чеботкова правильно говорить и женя талантливый патриот казахстана передавайте ему чтобы не обращал внимание на идиотские вопросы и смайли в конце ты чё ошалел что ли мура ты чё такой пишешь просто напал на него да но сложно что-то здесь сказать что рахмеды такие слова вот так я но тут странно мне сейчас что-то и что-то ему вкидывать лайк вообще пацаны там сильно сильно вообще меня там прям взгрели каши я прям посмотрю окей за коля еще пишет опять разговоры про то какие казахи талантливые троеточек кринж за коля за коля или z коля так дальше идем вот вот он прикольный бытовой такой канат ибрагимович пишет готовлю жаркое и смотрю выпуск забыл вообще что кушать хотел засмотрелся это хорошо и плохо ну жаркое наверно жалко если перевел если жаришь жаркое жарь только в элда повара такие блин а ну как бы ладно дивы в нюансы детали сапар видео спешит ассаламу аликум что за лагманка что за лагманка упоминалось как это лагманка или он просто ворвался у меня есть дикое подозрение что это коммент вообще с другого выпуска где на зиму и и талгает витам на зима это коммент с на зима до выпуска мы не уверены ну ладно разберемся да так жамбул с . пишет нах чбд нам надо что-то свое придумать чтобы все хотели у нас брать копировать или купить . как вам последний выпуск последний и 1 да я не знаю пока последний это из первого или это первый среди последнего что это вот кто на 1 апреля выпуск был на пацаны я очень люблю хазбика но я я честно фанат можно сказать хазбика хазбулы но и я люблю всех парнях вот пацанов в кадре все мы со всеми дружим но просто не мой формат и совсем то есть даже когда меня звали туда принять участие я честно то есть и у меня нету того что я там как-то из-за чего-то я просто не смотрю это не не мой тип юмора и все вот именно индивидуально мой исключительно и когда меня позвали они такие ну все там придет и я перед этим прям начал смотреть чтобы понять ваши чего там происходит ну как на тебе там шум вести вот а ты смотрелся да и посмотрел ну честно сказать предыдущие которые вот я видел до который на ю тубе выходили там да я были моменты когда прям посмеялся и вот рома души хотя вы видите редко смеюсь вот здесь я одни разу не посмеялся ну блин ну не знаю может быть что-то может быть давно они это не деба что отрывок между выходом большой был какой-то или еще что-то но что-то не зашло когда хазбалла ел клубничку огромную ну только там такой саспенс был объявил что я сыт и пришел довольно а потом он ест и ест и ест и ест я думаю да окей парни что же давайте один победитель от асфи принца который который давай поменяемся который получит выпуск подписанный жене чебатком и второй победитель от жени чебатков которого позовут на эсквайр пикник окей круто помните какой коммент вам понравится выбрать да из вот озвученных лаганка давай там был насчет чебатков правильно говорите который талантливый патриот потом был опять разговоры про чепки казахи талантливый кринж да про готовлю жаркое про лагманку и прочего да да я выберу на первое 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 это было про то какой чебатков продаю а я тогда что должен выбирать я выбираю комментарии про лагманку про лагманку ассалу алейкум что за лагманка я всегда за то чтобы знаете неожиданно неожиданно и сломать да так что супер